Это пятый и заключительный урок из цикла Digital Painting 101. Теперь вы владеете всеми базовыми техниками, которые я буду использовать для создания иллюстрации. В последующие несколько минут я проделаю путь от данного линейного эскиза до финального рисунка. Это видео несколько иного формата. Для охвата большего количества информации в сжатое время я заведомо нарисовал иллюстрацию и записал процесс в ускоренном темпе. Походу комментирую каждый шаг видеозаписи. Сейчас она будет проигрываться довольно быстро и вы можете заметить не каждый стрих кистью. Однако все, что происходит на экране мы разобрали в первых четырех уроках. Вам не предстоит столкнуться с новыми приемами, которые бы я не показывал, а вы не делали. Моя задача наглядно представить, как при помощи простых техник можно получить весомый результат. Во время просмотра вы увидите повторяющийся процесс моей работы. И это то, что я называю работой во временных слоях. Большой мяк и кистью рисую за пределами линейных форм, формируя фон. Ластиком корректирую ошибки, убирая лишнюю краску. Еще раз подчеркну тот факт, что все действия я совершаю на отдельном слое. Он временный. Последовательность команды для использования нового слоя, создать новый слой, внести изменения кистью, удалить лишнее, по мере готовности объединить его с предыдущим. Как вы можете наблюдать, я часто выхожу за края и моя форма теряет очертания. Но следом я не спеша уточняю ее границы и все становится по местам. Однако в данном видео этот процесс происходит в ускоренном темпе. Сейчас я очищаю края при помощи жесткого круглого ластика. Форма приобретает четкие границы, чего я и добиваюсь. На первом этапе рабочего процесса я абсолютно не думаю о мелких деталях, но фокусирую внимание на картине в целом. Представляю форму как гигантский цилиндр. В дальнейшем подключу в работу крылья и мелкие формы. Сейчас самое время показать свет и убрать его в затененных местах. Когда освещение общего плана готово, я создаю вспомогательные зеркальные блики. Их присутствие на объектах подчеркивает объем. Теперь покрываю корабль матовым слоем. Чтобы получить эффект диффузного отражения света в разные стороны. Надеюсь я сумел показать, что в процессе рисования не использую никаких экстратрюков. Все что здесь есть это смешение красок во временных слоях с участием пипетки для взятия цвета при работе кистью. И все. Итак, пора заняться стеклом в кабине пилота. Техника та же. Создаю большую форму, из которой вырезаю нужный размер. В одном цельном стекле стираю ластиком разделяющую перегородку. Наношу немного теней, которые отбрасывает стекло на корпус корабля. Наступил момент, когда я доволен полученным результатом и могу объединить всю графику в одно изображение. Работа под эскизом готова и я займусь поверхностным рисованием, не волнуюсь об ошибках. С настоящего момента я не создаю новые слои. Просто наношу выборочные штрихи поверх своих линий. Часть линий останется видна на готовой иллюстрации. По этой причине я не закрашиваю их целиком. Они не нужны мне все, но имеет смысл оставить линии сварочных швов и панелей корабля. На сведенном изображении я уже рисую с ясным взглядом, забыв про технические моменты и многослойность. Кроме того, здесь я начинаю углублять контуры. Решаю добавить свет от задних фонарей, для чего использую большую мягкую круглую кисть и красную краску. Все, что мне кажется лишним, я убираю ластиком. Было ощущение, что половина изображения находилась в тени и мне захотелось внедрить сюда немного света. При этом я решил не прибегать к свету общего плана, вместо этого использовал разновидность дополнительного освещения. Что происходит сейчас на экране? Отдельным слоем я создал графический объект и клонирую его на поверхности корабля. В целях экономии времени. Всего несколько минут потратил на заготовку, и теперь могу ее использовать по всему изображению в любом количестве. Как вы могли понять, наступил следующий этап моей работы – детализация рисунка. Прежде чем прибегнуть к сведению слоев в одно изображение, я убедился в качественном исполнении всех нюансов. Мой корабль должен быть безупречен в большом масштабе просмотра, прежде чем я займусь его детальной прорисовкой. Таким образом, после наложения освещения, перехожу к расстановке заклепок на стыках корпуса. Детализируя объекты, вы можете увеличивать выразительность форм, осветляя одни поверхности и отодвигая в тень другие. Весь художественный путь я проделал с помощью мягких круглых кистей. Подошло время сменить их на круглую или плоскую твердую кисть. И навести резкость на своем рисунке. Ничего экстраординарного. Вы вновь и вновь повторяете одни и те же приемы. Набравшись опыта, вы начнете рисовать очень быстро. Итак, это было заключительное видео из серии обучающих уроков Digital Painting 101. За дополнительной информацией обращайтесь в интернет. Надеюсь, вы еще не раз посетите сайт controlpaint.com, чтобы ознакомиться со всеми бесплатными видео. Дважды в неделю я загружаю на сайт новые бесплатные ролики. Так что действуйте и смотрите. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!